В Рязани заложили капсулы с землей, привезенные с мест крупных сражений Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили Региональное министерство молодежной политики и Союз патриотов Рязанской области. Под таблички с названиями «Битв» капсулы закладывали ветераны Великой Отечественной войны. Где закладывается? Вот, 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 вот. Так, как вы скажете? Ложи. Ложи? Ложи, ложи. Вот. Все. Это моя ельницкая. Это вторая, после Курской битвы. Был среди ветеранов и танкист Иван Дмитриевич Цибизов. Война застала его 17-летним юношей. В армию его призвали в августе 1942 года. Поскольку у Ивана Дмитриевича было полное среднее образование и опыт работы с техникой, в колхозе он был трактористом, то будущего фронтовика отправили во Владимир учиться на механика-водителя танка. И на своем легком 10-тонном Т-70 он прошел многие сражения, первый из которых под Сталинградом, потом вместе с Тацинским танковым корпусом был перепрошен под Курск. Именно там Иван Цибизов совершил первый свой таран. Немцы пошли в свои танки туда на нас, а мы были в кустах, и там и леса, и кусты все были замаскированы. И когда танк проходил, не так быстро, я разгоняю свой Т-70, догоняю, скорость тоже, знаю, уже наловчился, выжимаю сцепление, ударил я ее, ударил чем, броней рассчитал, не гусеницей, гусеница моя тоже полетит, и валик, и все. Эта броня у нее, она тяжелее, она относится к среднему танку. Я расчет сделал нанести удар по ведущему колесу, ведущее колесо, я ее, если бью 10 тонн, да еще раз загнал, какая ударная сила, она ее вот так повернула, а уже танк стал, у немцев такой уже принцип, если машина у них стала, то они сразу выскакивают из танка, знаете, иначе и в них не станет людей, а не чувствовать стал Гитлер, что у него не стало хватать. И у меня десантники были, эти десантники, мы уже до этого договорились, как я, я говорю, буду ударять, немцы будут выскакивать, вы их стреляете, и они всех их расстреляли. Далее Иван Дмитриевич освобождал Белоруссию и Польшу, а после войны больше четверти века служил в танковых войсках. Это русский солдат немецких генералов заставил, чтобы их пушки замолчали, и акт капитуляции 9 мая 45-го года под Берлином подписали. Эту победу над врагом мы уже много лет отмечаем, и часто-часто в своих рядах своих друзей не замечаем. Потихоньку уходят наши годы, а с ними и герои войны. Это они своей жизнью завоевали победу в этой войне. Идея создания аллеи героев принадлежит молодежи, участникам поисковых отрядов. Именно они привезли землю с братских захоронений воинов, участвующих в битве за Москву, за Сталинград, сражения на Курской дуге. Всего на аллее памяти ветераны-фронтовики установили 10 табличек в честь знаменитых битв Великой Отечественной войны. Продолжение следует...